У нас есть эксклюзивное видео от адвоката, с которым мы вчера общались. Он расскажет о том, как проходит пребывание Олега сейчас у Лепортова и о том, что можно сделать. Мы хотим попросить вас также все время говорить об этой ситуации, постоянно упоминать, требовать, обращаться с призывами к всем органам, которые могут помочь каким-то образом, чтобы справедливость восторжествовала. Давайте посмотрим видео. Единственное, чем эта тюрьма отличается от всех остальных, это жестким изоляционным режимом. То есть там невозможно ничего передать моему подзащитному. Он не имеет возможности, в отличие от других следственных изоляторов, использовать мобильный телефон. Как мы знаем, со следственных изоляторов многие звонят, имеют такую возможность. И, кроме всего прочего, что для меня большая странность, он даже не может никаких записок передать своим адвокатам. Потому что, когда у нас в последний раз была ситуация по написанию заявления о совершении преступления Олегом, я от него хотел взять заявление, мне начальник по режиму тюрьмы Лепортова этого сделать не позволил. И сказал, что все рукописные записи непосредственно передаются только через печать. Специальная часть, где, грубо говоря, происходит весь документооборот следственного изолятора. Будь то письма, справки всякие разные, запросы адвокатские, ну и так далее. Прогнозы строить я не буду. Ну и я, собственно говоря, никогда не строю прогнозы. Я пытаюсь работать на определенный результат. Результат, который я хочу получить, по крайней мере, от этого дела, может быть, на концовке, я не знаю, когда там будет конец, наступит он в Верховном суде, либо он действительно как-то восторжествует справедливость уже в ходе предварительного следствия, или в суде первой инстанции, либо в операционной, в конституционной инстанции, я не знаю. Но я хочу, собственно говоря, чтобы с Олегом были сняты все те обвинения, которые ему в настоящее время предъявлены. Это задача максимум. Задача минимума, если с учетом политизированности этого дела и заинтересованности ФСБ в педалировании этого дела, его, соответственно, движения в рамках, как они сказали, правого сектора и практически будет политическое судилище, впоследствии над Олегом в Крыму, то хотя бы смягчит тот приговор, который может ему суд назначить по тем обвинениям, которые в конце ему предъявят ФСБ соответственно. Вы понимаете, ситуация, конечно, может как-то повлиять, как-то изменить ситуацию, но пока я, так скажем, вижу только одно. Мы со своей стороны пытаемся делать все для того, чтобы на эту ситуацию обратило как можно больше внимания людей, общественности, политических деятелей, может быть, каких-то бизнес-структур, может быть, соответственно, еще очень интересное здесь такое взаимодействие между политической конъюнктурой одной, это, грубо говоря, Украина, и политическая конъюнктура другой, это Россия. Я думаю, что все, что будет делаться, оно будет в той или иной мере на пользу этому уголовному делу и будет, соответственно, на пользу и в пользу Олега. Но я пока вижу, что спецслужбы продвигают свою линию неотвратимо, неуклонно того, что действительно те факты, которые якобы они установили, это какая-то подрывная деятельность, как они сказали в своем репортаже, террористическая деятельность, связанная с правым сектором, они будут это дальше продвигать, и будут дальше, так скажем, педалировать эту тему. И очень интересно получается, чем больше мы делаем в направлении того, чтобы показать, что в действительности этого не может быть, тем больше и они, кстати, прикладывают усилия. Например, как сегодня по средствам массовой информации директор ФСБ Бортников в очередной раз упомянул уголовное дело, так скажем, Сенцова, указав на то, что в Крыму были задержаны террористы. И сегодня это тоже красной строкой проходило, и сегодня мне опять звонили журналисты, спрашивали, что это такое. Заметьте, как только мы что-то делаем, они делают в ответ. И я думаю, что эта информационная война продолжится, но я надеюсь, по крайней мере, что мы в этой информационной войне, по крайней мере, выиграем, и будем выглядеть намного лучше, нежели они со своими пресс-релизами, которые, понимаете, ничем объективно пока не подтверждаются. Потому что те пресс-релизы, которые они выставляют, я считаю, это неправильно по центральным каналам людей называть уже преступниками, террористами, давать им какую-то характеристику, пока их вина еще не установлена судом, правильно, еще нет никакого приговора. Люди просто-напросто могут подозреваться в чем-то, так скажем, могут быть обоснованные, необоснованные подозрения, люди могут попасть в какую-то тяжелую ситуацию, либо просто попасть в ситуацию, при которой, так скажем, надо разбираться, в предварительном следствии, что произошло. А пресс-служба ФСБ уже не называет их преступниками, дает им определенные характеристики, связывает их с правным сектором, и все это огульно, голословно, не подтверждая какими-либо фактами. Я считаю, конечно, это, мягко говоря, непорядочно, но, во-вторых, я считаю, что, так скажем, пресс-служба ФСБ поступила непрофессионально в этом плане. Я считаю, что все-таки какие-то этические нормы должны существовать при подаче информации. До суда еще неизвестно, сколько времени пройдет. Но я так предполагаю, уж полгода-то, наверное, точно пройдет. А что касается дальнейшего срока, то может и год пройти. Дело в том, что срок максимальный здесь под стражей, можно сидеть полтора года, соответственно, вот и рассчитывайте. А уж когда вышел на ознакомление с материалами дела, там иногда люди по два-три года сидят. Поэтому это может достаточно долгое время пройти. Но в том, что я же написал заявление о совершении преступления в отношении Лигы сотрудников ФСБ, которые в течение трех часов оказывали на него психологическое, физическое воздействие, выбивая из него признание, показания и все, что этому сопутствовало. Били его по спине, как он рассказывал в своем объяснении. Били его по ногам, сняли с него, соответственно, штаны, трусы, угрожали, так скажем, надругаться над ним. Сексуальное воздействие определенным предметом окажают на него. Но это все не возымело никакого резона лично для него. И, соответственно, он отвечал на всех вопросы, пояснял все им. Но сотрудникам это не нравилось. В итоге они не добились, чего они хотели. Это признание вот этого правого сектора, якобы, что ситуация вот такая, что он участвовал в каких-то туристических актах, либо участвовал в какой-то подрывной деятельности, как это было сказано в них в сюжете. Они над него этого не добились. И я, соответственно, в этом заявлении указал, что необходимо Олега перевести в другой изолятор, потому что в том изоляторе, в котором он содержится, я не уверен, что ему будет достаточно безопасно находиться. Потому что в связи с тем, что изолятор ведомственного находится в распоряжении сотрудников ФСБ, они имеют туда беспрепятственный проход. Могут оказать на него давление. Могут в любой момент его вызвать к себе в кабинет, куда-нибудь поднять. Либо вывезти его со следственного изолятора. То есть все, что хотят, они с ним могут сделать внутри этого изолятора. Если бы Олег содержался в другом изоляторе, не под ведомственным и непосредственно ФСБ, то я думаю, что его безопасность в другом изоляторе была бы больше обеспечена. Тем более там бы он действительно был под нормальной охраной. Здесь он все-таки, я сомневаюсь, что может находиться под нормальной охраной, потому что в любой момент любой сотрудник ФСБ, который работает в центральном аппарате и управлении, может оказать на него власти. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok